Кризис с наплывом нелегальных иммигрантов в США сотрясает Вашингтон и сегодня стал предметом слушаний на Капитолийском холме. Американские законодатели решают, какой должна быть иммиграционная реформа и как в этой ситуации должен действовать сам президент. Барак Обама предлагает свой выход, который он озвучил в обращении к нации из приграничного с Мексикой Техаса. За баталиями на Капитолийском холме сегодня наблюдал Евгений Маслов. В иммиграционном кризисе в США сегодняшний день во многом стал кульминационным. Американский президент направился в Техас, одну из главных республиканских цитаделей Соединенных Штатов, где его больше всего критикуют за миграционные инициативы. Именно через границы Техаса ежегодно на территорию США проникают тысячи незаконных иммигрантов. Политику демократов в этом вопросе республиканцы считают недостаточно жесткой и повторяли это сегодня на Капитолийском холме. Нелегалы не могут оставаться у нас. Если речь идет о людях, которых преследуют на родине, пусть обращаются в наши консульства и посольства. Мы не можем себе позволить, чтобы продолжался этот поток нелегалов. Проблема с нелегалами в США складывалась не один год, но теперь у нее подтекст особо эмоциональный. В центре внимания нелегалы – подростки, пребывающие в США. Многие из них надеются, пересекая границу, что уж их-то не отправят назад. С октября прошлого года более 50 тысяч детей были пойманы американскими пограничниками. Поток нелегалов с каждым годом все больше. Президент США, как известно, запросил накануне у Конгресса 3 миллиарда 700 миллионов долларов для решения проблемы с незаконными подростками-нелегалами. Дополнительные деньги требуются на их содержание, депортацию и укрепление границы. В частности, из запрошенной суммы 1 миллиард 800 миллионов долларов предназначены на размещение, питание и медицинскую помощь. Еще 1 миллиард и 600 миллионов долларов запрашиваются на строительство новых центров содержания, а также судей и юристов, занимающихся делами нелегалов. Речь об укреплении границы на юге идет давно, но она по-прежнему остается прозрачной. С другой стороны, в США многие теперь говорят о том, что Америка – страна иммигрантов. Если дети из бедных стран смогли добраться сюда, то, может быть, стоит им просто позволить остаться. Укреплять границу или амнистировать. В любом случае, сам президент считает, что Конгресс связывает ему руки. Конгресс говорит нет о миграционной реформе, которую мы предлагаем, чтобы усилить наши границы. Похоже, что все, от стражи порядка до крупных корпораций и евангелистов, сплотились в коалицию по поддержке реформы. Конгресс по-прежнему бездействует. Поездка президента в Техас и встреча с местными властями – это попытка разрешить сложившийся кризис. Сумма, запрошенная президентом на миграционные вопросы, была сегодня одной из главных тем, обсуждавшихся в Конгрессе. Я собираюсь рассмотреть рекомендации нашего иммиграционного комитета, чтобы иметь более четкое представление, как реагировать на инициативы президента. Я еще пару недель назад во время встречи с президентом говорил ему о мерах, которые он может предпринять в рамках уже существующих юридических рычагов. Ничего сделано не было. И сейчас мы должны очень серьезно рассмотреть этот вопрос. Скорее всего, если Конгресс согласится выделить деньги, то сумма может оказаться меньше. И ситуация с нелегалами-подростками снова может оказаться в подвешенном состоянии. Детская нелегальная миграция в США достигает уже таких масштабов, что специальные центры для содержания подростков-нелегалов планируются открывать и в Нью-Йорке. В Техасе мест уже не хватает. От решений Конгресса сегодня во многом зависит то, как быстро весь этот кризис может разрешиться. Евгений Маслов, Александр Бабаев, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.